Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. 27 сентября на календаре пятница, завершаем рабочую неделю, готовимся к бурным выходным, погода шепчет, а значит можно достойно провести время. Я вот не люблю осень, 27 сентября уже на календаре, потом октябрь, потом ноябрь, потом зима. И Новый год. И Новый год, и как всегда много работы, да. И это важно, дорогие друзья, потому что мы, молодое поколение, прежде всего должны уважать старшее поколение и всех с наступающим днем пожилых людей. Мы очень чтим и, конечно, благодарны вам во многом за то, что мы живем в независимой стране и практически не нуждаемся сейчас ни в чем. У нас сегодня в гостях, так как мы говорим о пенсиях, Эльмира Талаева, заместитель директора Октюбинского областного филиала акционерного общества ЕНПФ. Эльмирочка, доброе утро. Доброе утро. Недавно вы проводили мероприятие для журналистов и многих наших коллег приглашали, да. Расскажите, пожалуйста, о чем вы говорили. На самом деле, 12-13 сентября мы проводили День журналистов, ну, буквально из школы для финансовой журналистики. То есть целью данного мероприятия было более подробно рассказать о пенсионной системе. В основном мы же только ограничиваемся пресс-релизованием, а тут была возможность напрямую задать вопросы нашему топ-менеджменту, которые специально для данного мероприятия приезжали к нам в Ахтубе. Ну, какие вопросы задавали, в основном, конечно, всех волнуют пенсионные вопросы, да, вот, всех граждан волнует. И, наверное, основные вопросы – это возможность досрочного использования пенсионных накоплений, не дождаясь пенсионного возраста, ну, на разные цели, допустим, на учебу, улучшение жилищных условий. Такие вопросы. То есть это вообще возможно или пока этот вопрос не решен? Ну, в данный момент этот вопрос идет в обсуждении в рабочей группе совместно с правительствами, с Национальным банком. Ну, как бы все знаете, в послании президента, да, было озвучено, да, как бы данные изменения. Возможно, станут... Мне кажется, горожане на Шене были бы только рады, да, если бы возможность появилась снимать деньги досрочно. А вот почему вы эти вопросы обсуждали со средством массовой информации? Много вопросов. Много вопросов у нашей братии возникало, ведь есть и у самих пенсионеров много тоже пожеланий. Мы почему данные мероприятия проводили для журналистов, потому что журналисты, они ближе к народу, чем мы. То есть в постоянном общении, через средства массовой информации, как бы больше информации, как бы для населения доносятся. И мы хотели со своей стороны, как бы, дать исчерпывающие ответы на все, как бы, имеющиеся вопросы. Ну, и, конечно, с населением тоже вот, когда приглашают на такие вот передачи, программы, мы тоже стараемся на все вопросы ответить. Какие часто задаваемые вопросы к вам? Ну, часто задаваемые вопросы, это, наверное, в первую очередь, это сохранность пенсионных накоплений. Потому что бывает, что, ну, как бы, люди не верят, что данные деньги правомерно учитываются, что они будут сохранены до пенсионного возраста. Наверное, всех этот вопрос со мной. Помните, был наплыв, очень фондов много было, все приходили, и фирмы, и предлагали свои услуги, как пенсионных фондов, да? Да, когда вот пенсионная система только начала закладывать свое, как бы, начало. На самом деле было много фондов, это порядка 16 было независимых пенсионных фондов. Но в 2013 году было принято решение все фонды объединить в один фонд, и был как раз-таки создан единый накопительный пенсионный фонд. Вот. Ну, здесь была, послужила цель, чтобы, когда были разные фонды, пенсионные активы, как бы, переходили, да, вот как вы говорили. То есть они не пропадали. Вот смотрите, допустим, я принял решение, ко мне пришла девушка, говорит, давай вот свои пенсионные накопления переведем в наш фонд, да? Да. То есть они не потерялись? Нет, они не потерялись. То есть, ну, получается, в свое время они, грубо говоря, кочевали, да, с одного фонда в другой, но в итоге они все воссоединились в едином накопительном пенсионном фонде. И здесь преимущество в том, что учет ведется более прозрачно, так как это один фонд, то есть за ними можно, ну, вести определенный надзор. А как можно вести надзор, вот, например, обычному жителю города Актубе, то есть посредством сайта, наверное, да? Да, 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 посредством сайта, то есть личный кабинет может все свои накопления проследить, вплоть до даты поступления, да, каждого платежа. И плюс, какие начислены инвестиционные доходы, потому что инвестиционные доходы у нас начисляются ежедневно. Ну, то есть по аналогии банковских депозитов, там же тоже есть определенные вознаграждения прибавляются. И в пенсионном фонде тоже все пенсионные активы учитываются персонально, то есть по каждому ЕНН, по каждому вкладчику. И, естественно, каждый вкладчик может проследить, опять-таки, через интернет. Но можно, вот, самый удобный способ на сегодняшний день – это скачивать мобильное приложение. Я пользуюсь, кстати, вашим мобильным приложением, очень здорово. Очень, очень удобно. По крайней мере, никогда проблем не возникало с ним, я тебе рекомендую. Да, спасибо. Я тебе покажу. Возьму на заметку и выберите, дорогие наши телезрители. Хорошо. А вот что касается снятия денег, да, вот для меня, например, это очень актуальный вопрос. Будет форс-мажорная ситуация такая, вот действительно будет возможность взять и снять свои пенсионные отчисления? Ну, на сегодняшний день в рамках закона предусмотрены, да, только ряд категорий граждан, которые могут досрочно снимать. Это граждане, которые выезжают за границу на постоянное место жительства. Это вкладчики, которые имеют инвалидность первой и второй группы, бессрочно, и также по наследству. Ну, если, например, врачный вкладчик, да, уходит из жизни, его накопление переходит по наследству. В данном случае могут досрочно снимать. А на другие цели, вот как раз таки мы говорили, да, в рамках послания президента было озвучено. Возможно, вероятно, на какие-то цели можно будет возможность досрочно снимать. Но на сегодняшний день это законодательно пока невозможно, да. Но мы ожидаем, что к концу года уже будут какие-то более-менее ясные возможности, как это можно будет сделать. Здорово. Ну что ж, Эльмир, спасибо вам за информацию. И хотелось бы в завершении нашей беседы, чтобы вы озвучили, куда люди, если что, по интересующим вопросам могут обращаться. С вопросами можно обращаться по код-центру 1418. Также по городу Ахтубе у нас действуют два офиса обслуживания. Это в старой части города Некрасова 112 и по Сангиба-Баттера 249. Можно вот на данный офис отойти. Мы обслуживаем. Спасибо большое. Ну, в районах хотела дополнить. В каждом районном центре у нас также работает офис обслуживания. Что очень удобно, не обязательно ехать в город, чтобы задать какие-то интересующие вопросы. Вам спасибо огромное, терпение. И действительно жаждем, чтобы у людей было, у жителей нашего города, больше возможностей. И хороших вам предстоящих выходных. Такой жизнерадостной и красивой девушки. Всех вам благ.